Теперь давайте попробуем второй, что у нас делает второй. Вау! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет видео, мы будем с вами тестировать два вот таких гель-лака с Алиэкспресс. Эти лаки необычные, они, как я понимаю, термальные, но термальные в смысле они меняют цвет. Я вообще покупала их, когда я подумала, что они разные. Там на рекламке был цвет, знаете, такой, типа, накрасил ты, и вот прям там градиент получается, понимаешь, ты мажешь, и градиент получается. А второй термальный, типа, горячая вода один цвет, холодная вода другой цвет. Это очень прикольно, потому что я вообще люблю, когда меняются цвета. Бывает, ты так долго выбираешь себе цвет на ногти, и вот уже выбрал его, и в итоге он надоедает. А тут раз под холодную водичку залез, руки держишь где-то в воде. В горячей или в холодной. Короче, я точно не помню, сейчас будем все это тестить. У меня освободилось несколько пальчиков. На самом деле, это два лака, они, нет тут никакого градиента, просто это такая реклама была, фотография, я неправильно все поняла. Ну, цвета примерно одинаковые, но, по-моему, они в разные цвета превращаются. Вот этот, например, из голубого превращается в белый, а вот этот превращается, видимо, в малиновый, фиолетовый, как вы вот здесь видите. У меня освободились пальцы, причем вот здесь два и здесь два. Ну, как они освободились? А немножко где-то тут сбоку отошло, и я, естественно, все расковыряла. 18-го числа я уже записалась на ресницы, маникюр, педикюр, пойду в свой салон, рука, лицо, и мне все это сделают одновременно. Обязательно об этом сниму влог, потому что, мне кажется, это будет такая лежать в раскорячку, все, это будет очень весело. Как мы все знаем, ногти и волосы всегда важны для девушки и должны быть в порядке. Поэтому я хочу познакомить вас с каналом «Прически для девочек». На этом канале вы увидите много интересного и полезного. Благодаря этому каналу вы научитесь легко за 5 минут сделать себе прическу на каждый день или сделать что-то прекрасное на один из важных вечеров в вашей жизни. Думаю, каждой девочке этот канал будет полезен, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы его не потерять. Ссылочку на него я оставлю под видео. Кстати, на заднем фоне у меня детский уголок. Решила поменять немного локацию, и еще у меня здесь кофеек. Такая немного домашняя атмосфера. Свет падает только с балкона. В общем, главное, чтобы вам хорошо было видно мои ноготочки. Давайте на них я вас и направлю. У меня тут еще небольшое покрытие такое. Я надеюсь, сильно оно не смотрится ужасно. Просто нужно, чтобы было белое. Итак, я все подготовила. Мы, значит, сделаем с вами на одной руке. Мы сделаем один лак, на другой другой. Это все мне ненадолго. У меня, кстати, здесь расслоился ноготь. Посмотрите, где в таком месте не очень хорошем. И я хочу все это перекрыть гель-лаком, чтобы дотянуть до салона, чтобы мне там сделали нормально. Все заклеили и сверху покрыли. Вот, это опасный такой момент. Ноготь не отрежешь, видите. Нужно только его чинить. Итак, поехали. Что я делаю? Немножечко шлифую пластинку. Так как мне это нужно, чтобы хватило всего лишь на 5 дней. У меня, кстати, разноцветный получится маникюр. Для меня сейчас главное показать вам не супер-маникюр и навыки свои по гель-лаку, а именно, что делают у нас вот эти лаки, как они работают. Давайте сделаем одну ручку. Кстати, в прошлый раз, когда я тестила лампу с вами маленькую, очень много советов всяких мне пришло, что нужно обезжиривать сначала. У меня нет обезжиривателя, и в принципе, я справляюсь сразу праймером. Наношу я его на кожу, может быть, это вредно, но я наношу сразу, чтобы убрать все эти заусенцы, которые вот торчат там. И, в общем, многие говорят, что даже не нужно вот здесь вот наносить чисто на кончик, надо наносить. Я наношу на все, мне это не портит ни ноготь, ни сам маникюр, как бы меня все устраивает. Так, теперь мы берем нашу базу и отправляем в лампу. Так, возьмем первый голубой вот этот вот цвет. Сначала несем его. Перед этим нужно его как следует встряхнуть, потому что там есть белые разводы. Как могла, я его уже потрусила, но все равно виднеются белые разводы, что он особо сильно не растрясся. Ну, в общем, а что это куски какие-то? Что это за куски мне тут подсунули? В общем, ладно, красим аккуратненько. Слушайте, он так тонко наносится, еще и полосками, ну, первый слой вообще. И, кстати, фиолетовый кончик. Получается фиолетовый кончик. Смотрите. Фиолетовый кончик. Сейчас засушу. Страшно. Страшно сушить. Так, вроде чуть-чуть подсушилось, фиолетовый кончик ушел. Давайте нанесем второй слой. Опять, смотрите, кончик фиолетовый становится. Какой прикол. Так, в лампу сушим. Итак, я накрасила два пальчика, и я смотрю, и я смотрю, что на тепло они реагируют. То есть, если тепло, то получается фиолетовый цвет. Причем фиолетовый почему-то именно на кончике, не знаю почему. Синий сейчас полностью засушен. Сейчас я покрою базой, и мы уже будем тестить. Кстати, очень удобно с этим цветом, когда полностью голубой ноготь, это нам дает понять, что он полностью засушился. А если фиолетовые остаются какие-то пятнышки, то это еще не досохло. Ну что, я просушила наши два пальчика. У меня, кстати, большой палец немного такой, не совсем ровный получился, потому что первый слой, что-то он скатался весь, не знаю из-за чего. Может быть, та вещь, которая там, кусочек такой, я его просто расфигачила по ногтю. Но второй слой все, в принципе, перекрыл. Сам по себе этот гель-лак, он такой тоненький, накладывается очень тонко, поэтому, в принципе, три слоя даже можно его накладывать. Сейчас он у меня покрытый топом, полностью голубой. Сейчас я возьму водичку, и мы с вами затестим, что же будет происходить с ней. Возьму холодную воду, горячую, в общем, сейчас посмотрим. Итак, я принесла водичку, и теперь давайте опускать пальчик в воду. Вода сейчас горячая. Ни черта не происходит, девочки, что это за фигня? И в холодной воде я уже попробовала. Может, этот топ не дает теперь ничему происходить? Блин, что за фигня? Накрасила средний пальчик, просто сверху один слой сделала. Сейчас проверим, засушим. Так, ну что, смотрите, средний пальчик у нас полностью засушился, а он матовый, и сейчас я не буду наносить на него никакой топ. Давайте в тепленькую водичку выпустим. Что за фигня? Ничего не происходит. Мне кажется, я что-то не понимаю, или... Появился цвет. Цвет появился. Вот здесь. Смотрите, видите? А как он появился? Почему? Что я сделала-то? Ладно, давайте пока второй попробуем. Может, разгадаем эту загадку. Как только он соприкасается с моим пальцем, он сразу теряет цвет и становится прозрачным с голубым отливом. Сразу же, видите? Прозрачный с голубым отливом. Ну что, мои хорошие, я сделала ноготочки. Вот они, смотрите. Два получились вот таких вот синих. Два вот таких получились серых. Хотя изначально... Ну, здесь, да, похож цвет, да? А здесь он изначально был совершенно другой, как вы помните, да? Вот такой вот. Но соприкасаясь с пальцем, он сразу бледнел. Засушила я, покрыла топом и стал он таким сереньким. Ну, вот в нашей водичке вот здесь вот тепленькой нифига оно не действует, поэтому, наверное, мы пойдем сейчас под кран и включим кипяток. Ай! Ай! В общем, так я только не пробовала эти пальцы и в кипяток. Прям у меня прям горячая вода. Вот так вытаскивала все. Ничего не происходит. Момент один произошел. Буквально там где-то в уголочке фиолетовое появилось. Но как только я вот так вот стерла воду, да, сразу все исчезло. Я не понимаю, честно говоря. Руки прям долго держала еще. Думаю, может быть, нужно дольше. Нужно, чтобы впиталась вода в ноготь. Вот-вот, смотрите, что-то начало появляться. Почему? Не пойму. Дую. Может, в холодную воду надо попробовать? Ледяную прям. Холодная вода! Вот такие получаются. Холодная вода должна быть! Ну что, я вроде бы более-менее разобралась. Давайте теперь проверим. Долго и нудно я пыталась засунуть все это в горячую воду, но на самом деле, по-моему, нужна холодная вода, просто ледяная. Значит, смотрите. Видите, чуть-чуть еще у меня тут не закончилось, но вот здесь у меня полностью голубой цвет. Вода ледяная, я бросила ледяные кубики. Опускаем. Вау! Смотрите! Сразу пошла реакция. Фиолетовый уже по бокам. Ой, он весь фиолетовый уже. А, этот тоже весь фиолетовый. Был голубой, стал фиолетовым полностью. А когда он начинает слазить, то он становится градиентом. Видите? Он начинает слазить с основания. Вот. Такая красотень. Класс! То есть холодная вода. Просто в холодной воде нужно мыть все, и будет такая красота. Теперь давайте попробуем второй. Что у нас делает второй? Вау! Класс какой! Вау! Вообще! Все, цвет поменял. И вот, видите, градиентом слазит. Очень красиво. Та-ра-ра-рам! Вылазим. Вылазим. Короче, на море отлично. Где холодненькая водичка такая немножко. Или на речку какую-нибудь. Класс! Кстати, похоже на мои остальные пальчики, да? В общем, вот такая развлекуха, приколюха. Мне очень нравится. Смотрите, а фиолетовый, если его держать еще подольше, у него вообще три цвета. Видите? Сиреневый. И тут на кончиках прям синий получается. Сейчас будет теплеть. Синий будет уходить. Фиолетовый останется. Будет появляться серый. Вот, видите? То есть он вообще из трех состоит. Это который в маленькой упаковочке такой, длинненькой. Вообще прикольно. Ну что, мои хорошие, наконец-таки мы разобрались с вами с этими лаками, которые мне безумно понравились. Честно говоря, хочу, чтобы все ноготочки у меня были. Гляньте, как красиво. Прям как будто свисает. Не могу налюбоваться, на самом деле просто кайфую, кайфую, кайфую. Очень классный. На море, мне кажется, вообще замечательно, потому что вода всегда прохладная. И только ты ручки раз, и они уже какие-то красивые. Прям вот любуюсь и любуюсь. Безумно рада, что наконец-таки разобралась. Офигенная покупка. Мне, честно говоря, понравились оба, и эти, и эти цвета. Напишите в комментариях, какие вам больше понравились. Фиолетовый, вот трехцветный такой, или вот двухцветный такой синий. Кстати, синий очень яркий, красивый, на лето будет тоже очень круто. Там невероятное множество цветов разных, на любой вкус. Можно сразу брать по несколько лаках. Я еще себе закажу обязательно. Классная, классная, классная идея, классная штука. Я прям счастлива. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео было полезным, интересным. Ссылочки на эти лаки я обязательно оставлю под видео. Они стоят совершенно недорого. Каждый может себе позволить. Продавцы очень добросовестные, все очень хорошо упаковали. И пришло все достаточно быстро. Не забудьте подписаться на канал Прически для девочек. Потому что такой канал всегда должен быть под рукой. Ссылочка под видео. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok